С 1 сентября 735 учащихся сядут за парты средней школы деревни Тельмы. И администрация учреждений отвечает не только за самообразовательный процесс, но и за безопасность жизни и здоровье для каждого ученика. А условия создания пожарной безопасности – одни из ключевых в этом вопросе. Пожарная безопасность в школе уделяется много внимания, это безусловно важно. Слава богу, в нашей школе инцидентов никаких не было. Но мы, собственно говоря, и работаем над тем, чтобы этих инцидентов в нашей школе не было. Так как в школе есть два класса МЧС направленности, то сотрудники данной службы – нередкие гости. Очередное рейдовое мероприятие в целях обеспечения пожарной безопасности и приведения объектов в соответствующее противопожарное состояние, при котором исключается возможность возникновения возгораний в важной и необходимой условии пред началом каждого учебного года. Сегодня мы уделили пристальное внимание наличию исправности первичных средств пожаротушения, состоянию путей эвакуации, автоматической пожарной сигнализации. Были проведены инструктажи, в ходе которых мы напомнили важные правила, которые помогут обеспечить безопасный учебный процесс. Также мы напомнили действия при пожаре, телефонные номера службы спасения 101 и 112. Хотелось бы отметить, что сегодня все усилия работников МЧС направлены на то, чтобы новый учебный год прошел безопасно. На территории Брестского района функционирует 39 учреждений образования. Сегодня Брестский район отдел по чрезвычайным ситуациям на завершающей стадии проведения контрольных и надзорных мероприятий по соблюдению законодательства пожарной безопасности. Грубых нарушений при проведении обследований не выявляется. Есть моменты отдельные мелкие нарушения, но это есть нарушения. Но отрадно то, что есть понимание и руководителей, и должностных лиц учреждений образования. Эти нарушения устраняются в рабочем порядке, в период проведения обследования. Лучше предупредить беду, чем устранять ее последствия. Хорошо, что в наших учреждениях образования это понимают. Людмила Логодич, Александр Воронин, Юрий Лемонтович, телекомпания БУК-ТВ. Продолжение следует...